Уважаемые друзья, дамы и господа, позвольте мне поприветствовать наших дублёров. Я хочу обратить внимание на то, что наши молодые коллеги собрались в Петербурге уже 10 дней назад и занимались обсуждением тех же самых проблем, которые находятся сегодня и в центре нашего внимания. Они обсуждали проблемы здравоохранения, образования, говорили о толерантности, говорили об энергетике. Я сам присутствовал на паре дискуссий по этим проблемам и по проблеме энергобезопасности, и по вопросам, связанным, я так понял, с толерантностью, поскольку присутствовал… Нет? Сейчас президент поможет своему молодому коллеге. Получилось? Окей? Хорошо. И вся наша деятельность направлена на то, чтобы обеспечить будущее. И наших стран повлиять на будущее развития всего человечества. Разумеется, лучше всего это чувствует, я хочу сказать, именно чувствует нашу совместную работу те, кого это прежде всего касается. Это представители молодого поколения наших стран. Это не только симпатичные, но и очень талантливые люди. Я уверяю вас в этом, потому что смог с ними немножко подискутировать. Но это не все наши молодые коллеги, часть из них находится сейчас в пресс-центре и наблюдает за нашей встречей. Я хочу их тоже поприветствовать. У нас ещё будет, надеюсь, возможность с ними пообщаться. А сейчас я с удовольствием хотел бы передать слово тем, кто сегодня у нас здесь в гостях. У нас нет никакого протокола, никакого порядка, поэтому я обращаюсь к ним с вопросом. Кто начнёт? Пожалуйста. Представитель Японии. Прошу тебя. Прошу тебя. Прошу тебя. Продолжение следует... 私たちは教育が全ての基礎であることを強く信じています。 また、何人においても平等で理解できる質の高いものになることを望みます。 まず、男女と民族間の平等を達成するために、ラジオを通じて、また地域の活躍した人々でもって、男性にも女性にも教育の重要性を提示すべきだと思います。 また、より多くの子どもを学校に行くことを動機づける独立した機関を作り、無料の食事、医療手当、予防接種、そして学校の近くに井戸を建設して、教育のみならず健康状態を改善することも目標とします。 以上です。 私たちの人にお会いしなみについては、私たちの人々に関わることを考えることは、私たちの人々に会話を起こしています。 И самый главный ресурс – это интеллектуальный. И мы с этим согласны. И вот то, что сейчас только прозвучало, очень близко подходит к тому, что звучало из уст руководителя правительства вашей страны. Пожалуйста. Кто продолжит? Таня. Вы? Пожалуйста, прошу вас. Канада. Меня зовут Кристина, я представляю Канаду. Я продолжу тематику образования. Мы считаем, что необходимо высококачественное образование, поэтому мы предлагаем программу обучения без границ. Это касается не только академического образования, это касается этики, опыта, борьбы за мир. В развивающих странах необходимо обеспечить для детей доступ к образованию, необходимо также обеспечить их воспитание в том, что касается гигиены, питания. Есть также большие, особые проблемы в странах, которые переживают войны, и необходимо воспитывать даже в таких условиях стремление к терпимости, к отсутствию насилия, потому что дети очень быстро привыкают к насилию. Необходимо для этого соответствующие учителя, поэтому необходимо, чтобы учителя учили учителей. Необходимо, чтобы опытные преподаватели ездили бы в соответствующие страны, где необходимо повышение квалификации преподавателей. Мы говорили также о финансировании этих идей, мы считаем, что есть программа глобальной конкуренции, но мы считаем, что необходимы глобальные олимпийские игры промышленности. И это позволит людям бороться с бедностью, позволит детям ходить в школу. И эти олимпийские игры промышленности позволят создать фонд для содействия решения проблем развивающегося мира, накормить голодного, вылечить больного. Но это касается и образования, потому что даже теперь мы зависим в основном от неправительственных организаций, от правительств, в том, что касается финансирования потребностей развивающихся стран. И мы считаем, что если бы какой-то процент шел бы на помощь развивающегося мира, это было бы действительно очень полезно. Я думаю, что многие фирмы действительно согласятся с этим проектом, потому что это будет повышать их привлекательность для их потребителей, которые будут видеть, куда идут часть средств, которые они платят за их товары. Спасибо. Большое спасибо. Кристина, мы с удовольствием познакомимся поближе с вашим предложением и с вашей программой «Образование для всех». Хочу напомнить, что «Восьмерка» выработала программу, которая называется «Образование…» То есть, ваше предложение «Образование обучения без границ», но у «Восьмерки» есть программа, которая называется «Образование для всех». И можно посмотреть, как ваши идеи, насколько они соответствуют тому, что разработаны уже «Восьмеркой», и уверен, что там есть что-то новое, интересное, мы обязательно тоже это учтём. Так же, как и неожиданно, несколько звучит для меня, предложение «Олимпийских промышленных игр», нужно посмотреть, что это такое. Но если действительно будет давать какие-то дополнительные ресурсы для использования их в решении тех проблем, о которых, ради обсуждения которых мы все здесь в том числе и собрались, то это пошло бы на пользу. Спасибо большое. Так, прошу вас. Кто ещё? Пожалуйста, прошу. Меня зовут Диана Порез, и я буду говорить об инфекционных заболеваниях. Мы знаем, что инфекционные заболевания – это огромная проблема в слаборазвитых странах, но мы должны понимать, что это огромная гуманитарная проблема. Вот почему мы предлагаем, что мы можем решить эту проблему образования и обеспечения лечения и уважения. И необходимо разработать научные исследования, обеспечить лучшую диагностику в сельской местности. Необходимо облегчать процесс выдачи виз для докторов, тем, чтобы они обменивались своим опытом. Все сотрудничество страны должны через воспитание, образование предотвращать распространение инфекционных заболеваний, в частности, СПИД. И можно в школах ввести такую тему для информации школьников. А Кзевер несколько больше останется. Меня зовут Кзевер, мне 15 лет, я представляю французскую делегацию. Я буду говорить по-английски, потому что мы последние две недели обсуждали эти вопросы по-английски. Мне так будет проще. Мы выступаем за совершенно свободный доступ к мужским и женским презервативам во всех странах, включая развивающие. Это важнейший вопрос. Необходимо обеспечивать информацию в образовании, в том, что касается различных инфекционных заболеваний. Таким образом, люди поймут, что те, кто заражены, это люди. Мы все равны и все достойны уважения. Нельзя допускать дискриминации, рассматривать их как людей другого сорта. Мы знаем, что малярия – одно из заболеваний, которое приводит к смертельным исходам. Ее можно решить. Туберкулез можно уничтожить, обеспечивая вакцинацию, которая была бы бесплатной для всех. Я предлагаю такие решения. Надеюсь, что вы учтете наши идеи. Спасибо. Пожалуйста. Что касается того вопроса, который сейчас затроил наш французский молодой коллега и наша американская гостья, Должен сказать, что это самым активным образом у нас обсуждается всегда. И более того, мы сегодня еще раз констатировали, если программы, которые сейчас намечены, будут осуществляться, к 2010 году мы обеспечим доступ к лекарствам всех нуждающихся и всех носителей ВИЧ-инфекции. Это само по себе уже неплохо. Но еще раз хочу повторить. Мы учтем и то, что обсуждалось, и то, что вы считаете целесообразным в этой сфере. Пожалуйста. Да, прошу. Прошу, да. Меня зовут София Харрисон, и я буду говорить о энергии безопасности. Мы верим, что энергия безопасности – это огромный вопрос, который в нашем мире сегодня. Это должно быть доступным, доступным, безопасным и безопасным. Когда фосфорные резервы уничтожатся, это важно, чтобы мы вернемся к нам, чтобы сохранить как много энергии, как можно. Мы думаем, что ручки материалы будут сохранить большие массы энергии, и это должно быть промоутен. И необходимо использовать интернативные источники. И другие вопросы, которые также надо решить – это кирокский протокол. Мы полагаем, что мы должны сделать вновь упор на дирекцию энергетических ресурсов, но это поможет не только на уровне кризиса ископаемого топлива, и мы должны использовать alternative energy, such as solar power, wind power, and hydroelectricity. Мы также поддерживаем электричество. Непродукт, солнечный энергетика, витрога, и витрога, и витрога, и витрога. Это очень чистая, надежная энергетика. Мы считаем, что это должно позволить добиваться прогресса в стране восьмерки, и, while we have no real solution to the problem of nuclear waste, we feel geological deposition should be continued until a safe procedure is developed. We also feel that nuclear waste should be dealt with in its country of origin to decrease the risks associated with transportation. Спасибо. Спасибо большое. Это одна из ключевых тем нашей встречи сегодня. И не могу сказать, что мы не знакомы с этой проблематикой, но видим во всяком случае, что наиболее сложные проблемы тобой затронуты сейчас в таком коротком сообщении. Это именно то, что и нас беспокоит. Но мне было приятно услышать, что вы в ходе дискуссии пришли к тому, что ядерная энергетика является надёжным и чистым видом энергии. И я бы к этому ещё добавил, хочу обратить ваше внимание на это, ядерная энергетика может быть не только надёжным и чистым видом энергии, но это может быть и безопасным видом энергии. И современные технологии, конечно, позволяют это сделать. Вместе с тем хочу обратить внимание и сделать маленькое замечание. Вот было сказано, что мы сталкиваемся с кризисом ископаемых видов энергии, то есть углеводородов. На самом деле кризиса-то нет, их достаточно в мире, но вопрос в том, и сегодня мы тоже уже говорили в первой части нашей встречи, вопрос в том, что происходит удорожание. И некоторые коллеги прямо говорили о том, что современные способы добычи из этих углеводородов нуждаются в совершенствовании, поскольку происходит удорожание их добычи, отсутствие инфраструктуры в тех районах, на которые выходят соответствующие энергетические компании. Спасибо большое. Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Элиана Эдесита, мне 17 лет, я представляю итальянскую делегацию. Во-первых, хотели бы поблагодарить за ту честь, которая нам предоставлена участвовать в таком важном мероприятии. Что касается тем во время нашей молодежной босьмерки, я продолжу тему энергетической безопасности, так же, как и мой английский коллега, и подчеркну те видеоконференции, которые у нас были со студентами из развивающихся стран. В частности, что касается нашей энергетической позиции, мы связались со студентами, которые живут в ЮАР, в Яннесбурге, и они нам выразили почти как молитву, как мольбу ставить акцент на поиск новых источников энергии, поскольку они живут полностью в зоне пустыни. И, соответственно, они ставили ударение на необходимость найти финансирование со стороны лидеров большой восьмерки, чтобы как можно более эффективно развивать альтернативные источники энергетики, такие как ветряная энергетика, солнечная и так далее. Но самое главное, поскольку регистрируется нехватка воды, то есть такого драгоценного продукта, и та, которая есть, она зачастую загрязнена, то они считают очень важным, чтобы получить финансирование, чтобы не было больше необходимости вкладывать столько финансов в импортирование энергии и, соответственно, использовать это финансирование в лечении населения, чтобы спасти как можно больше народу, поскольку 23% населения, к сожалению, является жертвой инфекционных заболеваний. Что касается доступа к энергии, и они это выражали как очень важный момент, чтобы все могли иметь доступ к энергии, делегаты, которые участвовали в большой восьмерке, хотели также подчеркнуть необходимость фонда, учреждения фонда, независимая организация, которая в глобальном масштабе занималась бы исследованием и использованием энергии, чтобы в одном из государств большой восьмерки было бы поставлен какой-то предел использования энергии, и если этот предел будет превышен, то, соответственно, учредить какой-то налог, и деньги от этого налога можно было бы использовать на исследования, опять-таки, для работы этой организации на мировом уровне. Само собой, что поскольку речь идет о самых мощных странах в мире, то необходимо это связать именно с развивающимися странами, то есть определить те страны, где это действительно необходимо. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу обратить внимание на то, что было сказано сейчас представительницей Италии. Действительно, почти одна треть смертей в мире случается в связи с инфекционными заболеваниями. Это реальная проблема для мирового здравоохранения и вообще для всего человечества. Ну а что касается вашей идеи определить верхний предел использования энергии, то я думаю, что нам вряд ли удастся определить верхний предел. Но в целом эта идея отражена в глобальной инициативе, которая сейчас развивается рядом с странами, речь идет о киотском протоколе. Действительно, за чрезмерные выбросы в атмосферу предусматриваются штрафные санкции. И наоборот, те страны, которые не выбирают своих квот по выбросам, они получают бонус. Так что, в принципе, эта идея реализуется, хотя, может быть, там и есть какие-то дополнительные идеи, которые можно было бы использовать. Да. Пожалуйста. Мне 14 лет, и я хотел поговорить о вопросе насилия и толерантности. Я считаю, что действительно необходимо учитывать культурные масштабы данного вопроса. Сейчас особого внимания не обращается на культурный масштаб в толерантности. Но я считаю, что вы, главы государств и правительств, должны еще более заниматься вопросом насилия над детьми, над женщинами. И, следовательно, постараться предпринять что-либо. Я думаю, что действительно после подписи конвенции по защите прав ребенка необходимо также предусмотреть все необходимое финансирование для того, чтобы оберечь детей в буквальном смысле слова. Поэтому я считаю, что необходимо было бы дать неоднозначное определение... Спасибо большое. Спасибо. Эта проблема выходит, конечно, за рамки тех основных тем, которые мы обсуждали сегодня с коллегами в первой половине дня. Но совершенно очевидно для нас, для всех, что без решения этого вопроса, без толерантного отношения людей друг к другу, ни одна другая проблема в мире решена быть не может. Это близко связано и с проблемами образования, это близко связано с проблемами адаптации мигрантов. Это вообще одна из ключевых проблем развития человечества. Полностью с этим согласен и благодарю тебя за это. Пожалуйста, Таня. Добрый день. Меня зовут Ушакова Татьяна. Я представляю Россию. И я бы хотела продолжить разговор о проблеме толерантности и терпимости. На наш взгляд, ключевой момент в решении этой проблемы, это формирование нового здорового, нравственно здорового поколения, свободного от насилия и жестокости. Поколение, которое осознает, что многообразие культур, традиций, национальности и религий, это наше богатство и наша ценность. А каждый человек, независимо от его физических возможностей, от его социального статуса, от пола, от возраста, он уникален и достоин уважения. И именно поэтому мы считаем, что эти ценности должны закладываться с раннего детства. И я соглашусь с Владимиром Владимировичем, что эта проблема очень тесно связана с образованием. И именно образование должно играть главенствующую роль в решении этой проблемы. Нам кажется, что дети в школе должны изучать не только свою культуру, свою историю, которая поможет формированию национальной идентичности, но также знакомиться с культурой и традициями других стран, что поможет с самого раннего детства развивать уважение и терпимость ко всем другим странам и понимание того, что любая культура, любая религия неповторима. С другой стороны, нам кажется, что очень важно дать ребятам по всему миру возможность общаться друг с другом. И именно вот это вот открытое взаимодействие, возможность встречаться, например, та возможность уникальная, которая предоставлена нам здесь, спасибо еще раз, и где мы можем, несмотря ни на какие языковые барьеры, ни на какие культурные противоречия, ничто нам не мешает собраться, найти общие точки соприкосновения и общими силами попытаться решить эту проблему. И еще одно хотелось бы отметить. Действительно, нас очень волнует проблема адаптации иммигрантов в других странах. И нам кажется, что здесь также нужно говорить о сохранении как традиций и культуры людей, приехавших из других стран, но также и об их уважении к традициям и культуре страны, в которой они живут. Да, это должен быть процесс, в течение которого иммигранты могут почувствовать себя полноценными гражданами данной страны, но они должны уважать традиции и культуры этой страны. И на наш взгляд, толерантность – это очень сложная и, возможно, противоречивая проблема, которая требует продолжительного и очень хорошо продуманного решения. И в заключение мы бы хотели отметить, что мы обязуемся взять на себя ответственность распространения наших идей в нашей молодежной среде. И на наш взгляд, это то самое важное, что мы можем сделать сами. И наша работа, мы уверены, будет проходить не только в рамках саммита, но и за его пределами, в повседневной жизни. Она будет выражаться в наших поступках и в отношении нашим к этим проблемам. И хотелось бы отметить, что, чтобы находить эффективные и объективные решения, мы считаем, что было бы необходимо, чтобы ребята из других стран, не входящих в большую восьмерку, в том числе из развитых стран, могли иметь возможность участвовать в подобных саммитах. Мы благодарны за предоставленную возможность представить вам свои точки зрения, и мы искренне надеемся, что они будут учтены. И мы также хотим сказать, что мы верим в свою возможность изменить этот мир, и мы призываем всю молодежь присоединиться к нам. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Я бы хотел подтвердить всё, что было здесь сказано, Таня. И вот почему. Это особенно важно для нас. Россия на всём протяжении своей тысячелетней истории складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. У нас в полном смысле можно слово этого сказать. Толерантность лежит в основе российской государственности. Если бы российскому многонациональному и многоконфессиональному обществу не удалось достичь определённой гармонии между представителями различных религий и национальностей, нам бы не удалось создать единого централизованного государства. И для нас это представляет особое значение и особую важность. Я хочу вас всех поблагодарить и хочу предоставить слово моим коллегам, которые собрались на большую восьмёрку, с просьбой прокомментировать то, что было сказано нашими молодыми коллегами, а может быть, и что-то сказать дополнительно. Прошу вас. Тони, пожалуйста. Ну, во-первых, думаю, я могу говорить от имени всех лидеров Большой Восьмёрки после презентации, которая была осуществлена, где говорилось об участии молодёжи. И я действительно думаю, считаю, что вот, заслушав их, мы можем сказать, что мы в надёжных руках, что касается нашего будущего. Хотел отметить пару моментов, что касается толерантности. Я думаю, что вполне справедливо заметить, каковы критичные моменты, чтобы позволить людям ознакомиться с собственной культурой, обладать собственной религией и чувствовать себя комфортно. Однако, уважение одних, воззываемое одним, должно воздаваться также и вторым, поскольку сейчас мы сталкиваемся постоянно с очень разными обществами, и необходимо соблюдать, то есть уважать вот эти разные общества, эти различия. Я думаю, что действительно всё это должно исходить, начинаться с самого молодого возраста, поскольку каждая часть общества, в том числе и особенно те, которые особенно обращают внимание на какую-то религию, на какую-то веру, должны превзойти свою религию и веру, чтобы обращаться к окружающим, к остальным, чтобы было нечто однородное внутри общества. И чтобы... Спасибо, Тони. Спасибо. Ангела, прошу тебя. Ну, во-первых, хочу подчеркнуть, что здесь были выступления, которые мне очень понравились, потому что говорили о ряде вопросов, но, кроме всего прочего, здесь были не просто вопросы, но и решения. И это вовсе не просто в действительности, поскольку когда мы беседовали об энергии, вот я тебе говорила, что есть некоторые вопросы, из-за которых могут быть определенные противоречия, типа, вот, ну, ядерная энергия. и на меня так положительно повлияло то, что говорила сейчас наша молодежь. И вообще, как все это прошло, все это нам доказывает, что мы должны дать возможность, предоставить возможность новым поколениям расти в рамках глобализации. И это очень важно. И я считаю, что это сообщение, это послание должно быть передано молодежи. Когда мы говорили об образовании, мы говорили с Жоземом Эммануэль Борозу, об этом говорил тоже, то важно, когда человек выходил, заканчивает школу, университет, вот то, что является его багажом на всю жизнь, чтобы в нем все это присутствовало. Само собой, что надо быть более гибкими. Они обязаны быть более гибкими, нежели чем те, кто уже сегодня на пенсии. И завтра это предстоит нам, кстати говоря. Так что в этом смысле я спонтанно могу сказать, что мы вернемся еще ко всем этим идеям и постараемся углубить, вдаться в подробности всех этих идей, и я думаю, что мы сможем вновь... Я тоже хотел бы поблагодарить вас за очень интересные сообщения, и действительно настолько приятно видеть молодежь, которая не просто проводит время у телевидения, у телевизора, а пытается сделать что-то, пытается думать над этим. Я вспоминаю, когда мне было 14, 15, 16 лет, каким я был. Я... Мы, помню, играли 45-ки в стандом. Ну вот, сейчас уже пластиночки маленькие, можете теперь слушать музыку через... Прекрасные наушники с маленького устройства. Как все изменилось? То есть, что я бы предсказал? Я думаю, что через 20 лет у вас будут другие автомобили. Наверное, они будут уже использовать водород, одни, бензин. А может быть, это будет горючее, которое будет экологически чистым оружием. Будут, может быть, электростанции будут больше использовать солнечную энергию. Я думаю, мы можем использовать ядерные отходы и сжигать практически до нуля. Это требует, конечно, большие капиталовложения. И люди, сидящие за этим столом, я думаю, приходят к тому выводу, что доллары, потраченные сегодня, приведут к возникновению совершенно другой картины мира. И в любом случае, большое спасибо за ваше выступление. я думаю, кое-что останется, а может быть, кто-то из вас будет на нашем месте и будут вспоминать, а вот тут сидел старик Буш, и вот он тут нам предсказания всякие делал, но я думаю, вы тоже будете. спасибо. джон. Девятера, пожалуйста. Благодарю вас. Лидеры Большой Восьмерки обсуждали те же самые темы, которые обсуждали юношеской восьмерки. и это, наверное, я думаю, что 50 лет назад, когда мне было столько лет, сколько вам, я даже не мог себе представить, что молодые люди будут сидеть вместе с лидерами стран мира и говорить, может быть, через какое-то время и не понадобится даже устный перевод, может быть, появится какой-то новый механизм общения, и мы преодолеем трудности языкового барьера. Я думаю, вопросы, которые вы обсуждали, они, конечно, очень важны, и они будут важны для вас, когда вы вырастете, и вы будете продолжать обсуждать эти вопросы. И я надеюсь, что вы по-прежнему будете интересоваться этими вопросами. Жак, пожалуйста. Я присоединяюсь к мнению каждого из выступлений, что касается качества, компетенции и реализма выступлений, которые мы выслушали от молодых представителей юношеской восьмерки. Хотел бы поставить вам свое соображение, но, конечно, Жорж Буш прав, когда он говорит о прогрессе, науке, технике, что может себе представить будущее, но есть и другая эволюция, которую надо осознавать. мы живем в таком мире, который все больше и больше как бы содержит две части. Одна часть, это связано с тем, что демография не растет, а богатство растет. Другая часть, где демография приводит к огромному росту населения, но общее богатство не растет. в лучшем случае стагнация уровня жизни, Африка, например, 250 миллионов населения, из них 450 миллионов меньше 17 лет, моложе 17 лет. в 2040 году в Африке будет жить 2 миллиарда людей. И как вы можете себе представить, что мир останется без изменений, где будут привилегированы все более богатейшие, а с другой стороны все большее число людей, у которых нет доступа к богатству. Вот реальный завтрашнего мира, которым вам управлять, когда вы будете президентами своих стран. Необходимо сознавать, что во всем прогрессе, конечно, мы им гордимся, есть и обратная сторона. Это связано с огромной опасностью для эволюции человечества. Спасибо. Благодарю. Тебя, Жак. Жизем, пожалуйста. Спасибо. Я тоже хотел бы поблагодарить всех молодых лидеров. Хотел бы отметить один момент. Все проблемы, которые вы упомянули, начиная от экологических вызовов, развития, Африка, энергия, инфекционные заболевания, это глобальные проблемы, которые требуют глобальных решений. Восьмерки представлены самые мощные государства мира. Мы все согласны, что поодиночке они не могут прийти к решению. Необходимо глобальное решение. Вот почему мне хотелось бы высказать пожелание вашему поколению, чтобы ваше поколение было более глобальным, чем предыдущее поколение. Мы можем быть патриотами и любить свою страну, но необходимо одновременно помнить о глобальной ответственности. Я надеюсь, что ваше поколение будет бороться с национализмом. Однажды великий француз сказал, что патриотизм это любовь к своим, а национализм это ненависть к другим. То есть чрезвычайно важно, чтобы будущее поколение было более глобалистым, боролось бы с национализмом, расизмом, ксенофобией, с религиозным фундаментализмом и работал над построением глобального общества на основе свободы, верховенства закона, демократии. И вот в таких рамках мы можем решить глобальные проблемы. Благодарю вас. Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за то, что выиграли право представлять соответствующие страны. Я знаю, что многие участвовали в обсуждениях начиная с прошлой недели. Важно благодарить всех участников за высказанные важные новоторские которые важны для всей молодежи мира. в том, что касается продвижения вперед, прогресса. Вы сказали нам о некоторых очень важных возможных политических решениях, что, в частности, что мы обсуждали между собой, что, в некоторых случаях, подходы у нас разные. Я хочу сказать, что, в частности, что, когда мы были молодыми, пытались избегать продвижения, что, когда мы были молодыми, мы пытались избегать продвижения, но очень важны. Две вещи очень важны. Во-первых, это чувство оптимизма. Вот моё поколение, если оно виновата в чём-то. Это цинизм, наверное. Который был у нас в вашем возрасте. Этот цинизм он был, наверное, неоправдан. Несмотря на те большие проблемы, которыми сталкиваются до сих пор мир, но огромный прогресс был достигнут, пока мы прослели. И другие идеи связаны с важностью того, чем вы занимаетесь. С важностью отношений, основные отношения между людьми. Это обеспечивает успех и реальную удачу. which I hope will be important steps in your life and which relationships will build on and move forward because of so many upset. Relationships between people at all levels в отношениях между людьми на различных уровнях. И это позволило бы продвигаться всему миру вперед. И, может быть, объединяя идеи реализма и оптимизма, может быть, сказать, что Кристина, Брэдди, here, celebrated her 16th birthday this week в Сент-Петербурге, в Руссии, which, when I was 16 years old, was unthinkable. Мне было 16 лет, но это было невозможно себе представить. Это говорит о том, насколько изменился мир, почему мы должны быть оптимизмом, почему мы должны высоко ценить отношения, которые складываются между нами. Спасибо, Стивен. Роман. Вкратце хотел, во-первых, поблагодарить всех ребят, которых мы сегодня заслушали. И я бы из этого извлек для нас два урока. Во-первых, они действительно обсуждали абсолютно те же самые вопросы, которые мы обсуждали два часа тому назад. Они это все упростили. Кто-то может сказать, что это даже с какой-то наивностью. Нет, они упростили вопросы, потому что их язык был не ограничен и не обусловлен всем тем опытом, жизненным опытом, которым обладаем мы, и который нас ограничивает. Поэтому я призываю это новое поколение сохранить ту же самую свежесть и ту же самую способность бороться за какие-то позиции, которые они показали в своих позициях. Они нам рассказывали о толерантности и нетолерантности. Нетолерантность по отношению к несправедливости, и это было необходимо проявить, начиная с энергетики и доступа к энергетике в бедных странах, и вплоть до образования, и большую толерантность, что касается отношений между людьми, народами и странами. Так вот, новое поколение, у которого бы было в ДНК вот эти основополагающие моменты, я думаю, действительно смогут нам гарантировать самое наилучшее будущее. Спасибо. Я хотел бы также поблагодарить вас за прекрасное выступление, но у меня есть, может быть, и вопрос, может быть, кто-то сможет ответить. Вы также обсуждали и вопросы наркотиков. Кто-то говорил, что вы обсуждали и наркотики. Что нам делать в борьбе с использованием, с применением наркотиков, с потреблением наркотиков? Очень важно, и, по-моему, по существу. Аудитория как раз так, которой можно и нужно адресовать этот вопрос. Хотя это, конечно, вопрос, прежде всего, для государственных, политических деятелей. Но и наши сегодняшние гости, думаю, могут и должны иметь собственный взгляд на эти вещи. Пожалуйста. Прошу тебя. Я бы сказал, что надо бороться с производством наркотиков. Как только наркотики появляются в стране, всегда найдутся люди, которые захотят участвовать в этой деятельности. То есть, если мы в истоках прекратим производство и будем помогать странам, которые сталкиваются с этим трудностью, тогда мы решим проблему. Французы всегда самые смелые. Он взял на себя ответственность и первым высказался. И попал в точку, между прочим. Самое главное – это производство. И вот здесь мы должны сосредоточить свои усилия, бороться с производством. Пожалуйста, Таня. Я, безусловно, согласна, что производство – это, возможно, самое главное. Но на наш взгляд, на мой взгляд, также очень важно в целом пытаться создать благоприятные условия. И, безусловно, молодежь не всегда по своей инициативе начинает использовать наркотики, и не только молодежь. Но в целом очень часто это связано с неблагоприятными жизненными условиями, с психологической ситуацией. И вот если мы сейчас говорим о том, что мы можем сделать, то для нас это самая высокая цель – сделать так, чтобы молодежь была занята, чтобы ее волновало будущее наших стран, настоящее, может быть, какие-то позитивные более вещи. И у нее просто не было времени и не было вовсе интереса на такие пагубные болезни и привычки, как наркотики. И если мы сможем воспитать твердый стержень, духовный стержень, то таким образом мы сможем бороться с этой проблемой. Я полностью с этим согласен. Хочу только заметить, что наркотики не там, где бедность, наркотики вообще там, где деньги. И, к сожалению, у нас в России с этим столкнулись. Наркотики идут туда, где растет благосостояние, где есть рынок их приобретения. Вот это мы должны учитывать. Но Таня права в том отношении, что, конечно, условия жизни в целом должны быть более насыщенными для любого человека, в том числе для молодого. Пожалуйста, прошу тебя. В Японии, когда мы обсуждали эти вопросы и говорили о том, что необходимо прекратить или перекрыть источники поставок наркотиков, Может быть, надо разработать новую технологию или альтернативные источники доходов для крестьян, которые выращивают наркотики. И, может быть, они могли бы выращивать другие культуры, как тладкий картофель. И я думаю, что новая технология, новые источники доходов... Это абсолютно прав. Именно в этом направлении мы пытаемся тоже думать. Вопрос в том, чтобы альтернатива, предлагаемая нами, была эффективной. Мы предлагаем эти альтернативы, но они, к сожалению, пока не очень эффективны. Этот заменитель, он пока не даёт столько доходов, сколько получают производители наркотиков. А так, в целом, мысль в абсолютно правильном направлении. Пожалуйста, есть ещё желающие? Нет? Я от имени всех своих коллег хочу вас поблагодарить. Не только за то, что вы приехали в Россию, в Петербург, приняли участие в этой совместной работе. И вы знаете, после непродолжительной дискуссии, которая у нас сейчас состоялась, я могу вам сказать, что эта восьмёрка будет отмечена как раз тем, что именно вы принимали участие в нашей совместной работе. Я это хочу подчеркнуть. Именно в совместной. Потому что и то, что вы сегодня говорили, и то, что вы обсуждали со своими сверстниками в других странах в ходе дискуссии во время пребывания в Пушкине, это всё, конечно, отразится на наших результатах. Стивен сказал о том, что приятно было услышать вашу нацеленность на образование. У меня, знаете, в связи с этим, ну так же, как и на другие, наверное, вопросы, которые представляются для нас чрезвычайно важными. У меня в связи с этим вот какая мысль возникла. Мы тоже в своей практической деятельности часто говорим о том, что та или другая проблема является важной. Но, к сожалению, я должен это прямо сказать, я думаю, что мои коллеги из стран восьмёрки с этим согласятся, мы не всегда находим эффективные средства решения этих проблем. И не всегда должным образом относимся, понимая всю важность той или другой проблемы, не всегда должным образом относимся к решению этих вопросов. Я думаю, что и наши молодые коллеги, когда они говорят о важности той или другой проблемы, должны всё-таки прикладывать усилия к тому, чтобы работать над решением этих вопросов. А мы со своей стороны, чувствуя такую моральную поддержку молодых людей, чувствуем их энергетику, их не только моральную, но и интеллектуальную поддержку, конечно, улучшим качество своей деятельности. И вместе с вами, и вместе с такими же, как вы, обязательно эти проблемы решим. Я хочу вас поблагодарить за совместную работу и в течение 10 дней, и сегодня в ходе нашей дискуссии здесь, в Константиновском дворце, в Петербурге. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.